Ну что сказать, очередь внутри банка и нет денег в банкомате. Так я иду в следующий. Наш городок, смотрите, какая красота, лето, прекрасно. В том банке, короче, стояла жуткая очередь к специалистам, к банкирам. И не было денег вообще в банкомате, а в другом банке было. Еще одна копышка. Короче, я сегодня проснулась, у меня на счету было вот столько. На счету сегодня утром проснулась вот. Ничего не прошло, вообще ничего, то есть банки не работают почему-то. Мне должны были поступить 60 евро с продажей двух платьев. И 170 евро алиментов. Хотя бы как-то продержаться. Но нифига этого не было. Пошла, вот он мой банк. Я пошла такая, думаю, у меня где-то валялась кредитка. Которая на самый страшный случай, если вдруг мне что-то нужно в дом покупать. Ну, мало ли там сломается, не дай бог, нагреватель воды. Или же этот самый. Ну, там, что там, может, еще в холодильнике. Вот, и я посмотрела, там, короче, можно было еще и снять чуть-чуть денег. Смотрите, какой зал. Вот, но это на самое такое, потому что это кредит. Там потом проценты идут. Мне это нафиг не нужно. Сняла стольник, в общем, сейчас поеду заправлюсь. Мне же денчик-то надо туда-сюда возить. А как же. Заправлюсь и куплю что-нибудь. Поэсть. Вы представляете, сейчас утро. 10 утра, да? 32 градуса уже. У нас началась такая сухость. Такая в воздухе какая-то сухость витает. Уже так, если я раньше говорила, что... Ну, в принципе, я привыкла уже к этой жаре. Но она не такая убийственная. Но, в страну, неприятненько. Короче, ощущение такое, что что-то накануне какого-то шухера вообще. Потому что такое количество народу в банке внутри я еще не видела. И то, что там в этом основном банке... В этом основном банке не было денег в банкомате. Удивительно. В другом я взяла в своем, в котором у меня находится счет. То есть, получается, я сегодня заправилась. И, возможно, куплю поесть с процентами. Так, я, похоже, дожала booking. И вот сейчас звонила. Потому что присылают на мое это письмо. Которое мы составили юридическое. Стандартная такая отписка с артиклями. И почитайте, мол, тут, тут и тут. Что-то такое. Я, короче, им звоню. Снова говорю. Так и так. Я не получила ваш ответ на мою рекламацию. Ня-ня-ня. Начинаем опять объяснять. Говорим. Вот сегодня зацветет бассейн. И что я буду говорить с клиентом. И так далее. И он, короче, говорит, сейчас я вам пришлю мейл. И не волнуйтесь, вы получите 20-го числа. Ой, 20-го, вернее, правильно. Между 20-м и 24-м числом вы получите деньги. Я его попросила мне прислать подтверждение мейлом. Вот он. Надеюсь, он не пропадет со страницы. Так что, надеюсь, что не врут. В общем, я их дожала. Смотрите, какие-то такие вот. Такие вот едем. Еду забирать Дениса. Денег нет. Я такая намеренно поехала. Заправила самый дорогой бензин, 98-й. Ну, блин, там разница небольшая. Ну, короче, чтобы не чувствовать себя совсем уже. Одела дорогое платье Лорен Видал. Видаль такое? Видаль? Лорен Видаль одела. Сережки Сваровские одела. Колье Сваровские одела. Камень-перстень лунный одела. Вышла в шляпке соломенной. С соломенной сумкой такой в виде ракуш. Короче, соседка увидела меня такая, кричит. Ты куда собралась, танцевать, что ли, куда? Я говорю, нет, я за Денисом. Я такая еду, у меня полиция навстречу. Я их снимаю. Ла-ла-ла. Ужас. Бутылку воды взяла. Холодную с холодильника, конечно же. Сейчас заберу нашего галтелого мальчика, который сегодня. Я его выгрузила. Дала ему денежку, как обычно. Он знает, что у меня ходит с утра на теннис. Ну, дно скребла там в углу сумки, короче. Ла-ла ему где-то там около трех евро, чтобы он себе купил полдник в магазине. Какой-нибудь там печеньку, короче. Зачем-нибудь. И отправила его на теннис. Теннис у нас, значит, 10 до 11. Потом я так его взяла опять на велосипеде. Этот велосипед вытряхнули, собрали. И он пошел на теннис с этим велосипедом. Потому что после тенниса в 11 часов он должен выехать в город. Потому что это на окраине немножко теннис. Так, значит, и... Ну, бутылку, соответственно, налила я ему, да. Плотенце с трусами положила, с плавками. Потому что он сегодня в лагерьке идет на... Ну, ходил на плавание еще в бассейн. Потому что бассейн там прям рядом муниципальный. И они ходят туда толпичкой с трех до четырех. Ну, короче, звонит мне мой сын в 12. Где, он спрашивает, шлялся до 12. А он должен успеть на еду в этот лагерек до 12. В 12 мне звонит и говорит, я дома забыл кошелек, типа. Ну, молодец, я тебя все равно не буду везти. Потому что до суда это долго и дорого. Так что, Денис, у нас сейчас без полдника, но накупанный. Смотрим на градусник. Ну, в общем, 40 градусов. Ну, в тени и стояла машина. Раньше был вот здесь вот бассейн, но теперь он с другой стороны сделан. А вот паркинг как раз на лагерек. Мадам Гризацуева пошла за сыночкой. Смотрите, какая сумочка у меня. Ракушкой такой вот. Модная. Невозможно. Смотрите, сегодня одну такую плошку отнесла соседке уже. Сладких слив. Сейчас еще в Подоле принесла. Ух, надо делать их скорее, короче. Не поверите. Утро следующего дня. 20 градусов. Аж как холодно по сравнению со вчерашним. В общем, супер. Мне нравится. Свежо. Так, Денис, выходи. Денис у нас едет сегодня в Сите де Спас, в Тулузу, с центром у них выход. Экскурсия на целый день с пикниками там. Пикник и мэрия предоставила и на обед, и на гуд. Ну, как это, полдник? Приедет около в 6, что ли. Около того. В общем, Сите де Спас это такое как бы место, как полупоселок, в котором, ну, как вот ВДНХ, да? На ВДНХ там всякие вот космические штуки, павильоны там и так далее. Вот такое же у Дениса будет. Отвезла Денечку. Надеюсь, что сегодня не будет дикого пекла. Как вчера. Что они там хорошо погуляют. Но у них там и воды будет много, и в автобусе кондиционер. Смотрите, здесь замок. Вон он. Кто видел. Сейчас покажу дом, в котором я раньше жила. Я уже как-то показывала. Вот, короче, дом верхний. Вот два окна здесь, терраса. Вот здесь я жила. Наверху. Приехала я, знаете, зачем? За средством для бассейна. Пусть у меня кончилось. Вот эти медленный хлор, как говорится. Так, привет. Сейчас к нам придет тетенька. Агент недвижимости. Такая тетенька с папочкой. Будет смотреть все мои углы. Короче, все здесь везде. Моя задача ей сказать, что мне нужно делать, менять, в общем, камин. Потому что там, кстати, капает сверху. Ну, и вообще он уже старый. Мне нужно побольше едет сюда нагнать. Что здесь нужно менять в этом доме? Чтобы снизить цену. Так как это идет процесс дележки между мной и ликвидатором моего бывшего. Бывший мой потерял свои права на этот дом. И они перешли в пользу ликвидатора. Ну, как в пользу? Не в пользу, потому что здесь огромный кредит. Так же, поэтому... Ну, в общем, очень все запутано. Разберемся. Два часа в итоге. Дамочка мурыжила меня. И делала вот замеры везде. Вот так вот все. Но снимать я не разрешила. Она ничего не снимала. Она делала вот таким, знаете, лазером. Замеры, что-то записывала. Ну, такая симпатичная дамочка. Имеется в виду не внешняя. Вот, ну, приятная, скажем так. Нашли мы общих знакомых с ней. И надеюсь, что она мне рассчитает дом не очень дорогой по цене. Как же я устала. Как же это все выматывает. Все эти проблемы. Все эти вот текущие такие моменты. У меня впечатление, что я отработала день. Реально. Мне бы сейчас поспать чуть-чуть. Но мне нужно бежать, косить траву. Потому что завтра заезд. И налаживать там. Я, в общем, вчера вечером поубирала все шезлонги. Чтобы не было здесь такой видимости. Как будто бы я что-то тут сдаю и так далее. Все они там у меня за огромным пустом. Тетенька эта так и не дошла туда. Как бы я ее заговорила. Она вообще туда не ходила. Вот. Ну, то есть такими, знаете, манипуляциями, конечно же. Но как иначе тут? Иначе тут не выживешь, как говорится. Ну, в общем, меня все это... Как говорят французы. Ну, то есть ты свою энергию, конечно, отдаешь. Очень даже. Боже, как бы я все это успела. Вот это вот держать руку на пульсе. Как говорится, все это дело мониторить во всех этих количествах. Если бы я сейчас где-нибудь стояла бы на кассе работала. Или еще где-то. Потому что здесь другой какой-то работы не найдешь. Это на вопрос тех подписчиков, которые меня спрашивают. А работать не пробовала? Блин, когда работать тут некогда? Пока все это разрулишь нафиг. И потом, значит, сейчас пойду покосить траву. Потом мне надо заняться этой сливой, чтобы она не пропала. Как бы ее сделать, да? Какое-то время там... Далее у нас в программе завтра заезд. Поэтому мне нужно там последнюю пыль пойти вытереть. И постелить уже как бы. Потому что завтра, чтобы не бегать туда-сюда. Потому что наверняка в последний день какие-нибудь нарисуются еще дела. Плюс я хотела завтра съездить, навестить. Вот видите, уже четверг как бы. Я с прошлого воскресенья как бы не видела вот ни Наташу, ни Тиена, вот моих друзей. Плюс еще разные другие друзья, конечно, есть. Но которые сейчас понимают, что я вся занятая. И плюс еще. Я несколько дней не могу выйти на лайв. Просто нет времени. Ну, сегодня я должна обязательно это сделать. И вот это вот все мне нужно успеть сделать до 4.30. Потому что 4.30 я еду к зубному, у меня назначено. И да, несовершенно как бы ваша Яна. Вот коронку меняют мне наверху. Старая коронка, которую я делала в Москве, она уже потертая. Как бы меняют мне эту корону. Пока что мы за деньги вообще не говорили. Я так надеюсь, что раз мне не говорят за деньги, значит, мне это будет бесплатно. Надеюсь, что в последний момент не будет какого-то сюрприза. В любом случае, опять же, идет такая манипуляция, что раз мне ничего не говорили, то и как бы, ну и вот. Вот, и я сегодня приеду, когда как бы усядусь совершенно спокойно в кресло, у меня прилепит это, приклеит эту коронку, да. И уже все, отдирать-то не будут. Денег нет, но это будет уже постфактум. Это уже будет сказано постфактум. Дальше мы как-то будем решать, может быть, в несколько платежей, если там, смотря что, сколько там, да. Но вот и заранее, мне никто ничего не говорит, я тоже этот вопрос не поднимаю, поэтому я сяду, мне ее прилепят. Отдирать точно не будут. Так что вот так вот. Как-то вот так вот и живем, как говорится. Друзья мои, я постараюсь сегодня выйти на лайв, потому что я очень соскучилась. Но, как вы видите, я вам показываю последние дни, как реально проходят мои дни, как проходит моя жизнь. Кстати, напишите в комментариях, нравится ли вам такой формат. Всех целую, до встречи!